Деньги детям. Инвестиционный доход нацфонда за август ушел в минус. Есть ли риск того, что это повторится? Почему нет прибыли? И что получат дети, если доход за год будет низким? Доступная медицина. 200 миллиардов тенге потратят на развитие здравоохранения в селах. Уже предварительные расчеты мы провели. Сколько районных больниц смогут модернизировать и когда ждать улучшений? Плохие дороги. Из-за чего так быстро разрушается только уложенный асфальт? Акимат по большей части думает о сроках. Почему технадзор принимает некачественно сделанную работу и сколько компаний из-за этого уже лишили лицензии? Осторожно, школьная форма. Специальная одежда для школьников не прошла санэпидконтроль в прииртышье. Сколько образцов оказались небезопасными и почему? Больше 500 миллиардов тенге выделит Министерство здравоохранения на оказание бесплатной медицинской помощи жителям сельской местности. И более 200 миллиардов потратят на строительство новых медицинских объектов в глубинках. Планы грандиозные. Правда, вот кто будет оказывать эти медуслуги, пока непонятно. О проблеме дефицита кадров сегодня сообщила министр здравоохранения Ажар-Геният. Подробности у моих коллег. Более 200 казахстанских сел не имеют доступа к своевременной медицинской помощи. Нет медпунктов. Да и техника изношена на 50%. Руководствуясь поручением президента Минздрав начнет решать эти проблемы. Утвержден новый государственный норматив сети организаций здравоохранения. Это значит в селах с населением от 50 до 500 человек теперь появятся медпункты. С населением от 500 до 1500 человек построят фельдшерско-акушерские пункты. Наряду с этим в селах с численностью от 1500 до 5000 человек откроются врачебные амбулатории. Центры первичной медико-санитарной помощи начнут строить в местности, где проживает свыше 5000 жителей. Уже предварительные расчеты мы провели. Расходы на реализацию пилотного национального проекта по развитию сельского здравоохранения. Предварительным расчетом составят более 200 миллиардов тенге. Из них на строительство объектов ПМСП первичной медико-санитарной помощи 126,5 миллиарда тенге. Больше 40% от общего числа населения страны проживает в сельской местности. Это около 8 миллионов казахстанцев. Там же трудятся более 67 тысяч медспециалистов. Дефицит кадров в глубинках обещают уменьшить за счет привлечения выпускников вузов и финансовой поддержки региональных властей. Врачам оказывается поддержка подъемных средств в размере 1-2 миллионов тенге. К примеру, Акимат Кустанайской области выплачивает до 5 миллионов, Акимат Североказахстанской области до 3 миллионов тенге. В село уже предварительно распределено 797 выпускников медвузов. Республиканским бюджетом предусмотрены выплаты в размере 100 МРП и кредиты на строительство жилья в размере 1500 МРП. Ситуация может в корне измениться в будущем. Для развития сельского здравоохранения глава государства поручил построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Больше 30 районных больниц модернизируют многопрофильные центры. Это значит, что в течение двух лет медицинские услуги в полном объеме начнут получать больше 1 миллиона сельских жителей. Прокуратура начала проверку по заявлению персонала психдиспансера Павлодарской области. 300 сотрудников учреждения возмущены произволом руководства и несовершенством электронной системы. Так, медсотрудники, которые работают с пациентами с психическими расстройствами, недавно узнали, что им самим якобы требуется помощь специалистов. В приложении Дому Мед они обнаружили, что у них стоит диагноз расстройства нервной системы и чувств. И что их направляли на соответствующее лечение. Как так вышло, узнавала Евгения Мягченко. Психдиспансер села Мичурино Павлодарской области оказался в центре скандала. На коллективную жалобу отреагировали в прокуратуре. Факт незаконной передачи личных данных зафиксирован и официально подтвержден. Диагноз расстройства нервной системы и чувств, как выяснилось, поставили 300 сотрудникам учреждения. Контролирующий орган уже начал работу по приведению в полное соответствие всех медицинских данных. Действительно, данная ситуация на сегодняшний день не очень приятная. Произошла она только ввиду из-за того, что руководством центра медико-социального учреждения по-своему решили провести такие мероприятия в виде реабилитационных мероприятий, оздоровления для своих сотрудников при взаимодействии с частным благотворительным фондом. Возмущенные медсестры и санитары в заявлении указали на нарушение трудовых прав, передачу распространения персональных данных и восстановление диагнозов, связанных с нарушением работы нервной системы. У некоторых сотрудников и вовсе было отмечено, что они якобы прошли реабилитацию по установленному заболеванию. Сотрудники психдиспансера просят удалить незаконно приписанные данные. Я начала немножечко паниковать, и мне стало интересно, одной мне это пришло или какая-то ошибка. Насторожило меня то, что смс-оповещение пришло просто по ИИНу. Не было ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни приглашения, как это делает поликлиника. Наш директор как хочет, так и распоряжается нашими ИИНами. Куда хочет, туда он и подает эти данные. Страшно действительно себе представить. И просто сейчас, если мы оставим, так это всё займём, то нашими данными будут в этом частном фонде пользоваться, как хотят. Тысячи казахстанцев по всей стране ранее также возмущались сервисом Домумет. Некоторые выявляли у себя лишние направления, диагнозы и результаты анализов, которых не сдавали. На сегодняшний день около 20 частных медицинских информационных систем работают в общей системе. Они напрямую заключают договора с руководителями поликлиник и различных медицинских центров. Когда цифровизация только начиналась, были утверждены минимальные критерии или минимальные требования данным информационным системам. Учитывая частые приписки, которые ко мне поступают и обращаются, сегодня Министерство здравоохранения занимается ужесточением всех требований. Также Генияд добавила, что сейчас министерством разрабатывается приказ по ужесточению критериев и стандартов для частных медицинских организаций. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Информбюро, Павлодарская область. Национальный фонд понес убытки по инвестиционному доходу за август. В Нацбанке отсутствие дохода за один месяц связывают с глобальным мотоком капитала в инструменты денежного рынка. Это тревожит казахстанцев, ведь теперь от доходности Нацфонда зависит сумма, которую дети получат по достижению 18 лет. Напомню, президент поручил в 2024 году запустить программу Национальный фонд детям. По этой программе 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будет отчисляться детям до достижения ими совершеннолетия без права досрочного снятия. За полные 18 лет на счету одного ребенка может накопиться в среднем около 3000 долларов. О том, как убыточный инвест-доход может повлиять на отчисления, спросим у генерального директора Центра исследований прикладной экономики Жанебека Айгазина. Добрый вечер, Жанебек. Каковы риски того, что ситуация с отрицательным инвест-доходом будет повторяться? Добрый вечер, Полина. Спасибо за вопрос. С учетом того, что сейчас высокие риски того, что будет раскручиваться глобальная рецессия, многие инвест-банки, международные финансовые организации говорят о том, что намечается. Тем более уже два квартала подряд американская экономика снижается, квартал предыдущего квартала. То есть, по идее, если уже два квартала снижается экономика, мы говорим о том, что идет спад производства, спад производства, как и вот рецессия. С учетом того, что у нас глобальный рост инфляции, вы знаете, например, то же самое, в Великобритании впервые за 30 лет инфляция пробила больше 10%. Инфляция в США больше 8%. В соответствии с этим все монетарные власти во всем мире, все центральные банки во всем мире сейчас делают стакт на рестриктивную политику. Поэтому риски достаточно высокие. То есть, в риске от чего? От глобальной инфляции, потому что очень много денег на рынке. И третье – это геополитика. А как это скажется на отчислениях детям? Станут ли накопленные суммы к 18 годам значительно ниже, чем многие ожидают? Сейчас прогноз никто не даст. Я вам как бы железно говорю. Невозможно. Можно, конечно, выставить сценарий, исходя из того, какие допущения будут, какой будет темп просто экономики, мировой экономики, как поведут себя фондовые индексы, индексы глобальных облигаций, S&P 500, Dow Jones и прочее. Конечно, можно это спрогнозировать. Но сейчас, может быть, и будет и 5, а может быть, будет и 1 тысяча долларов. Понимаете? Здесь вопрос о том, чтобы была хорошая доходность. Как вот сказали, она всего в среднем за весь этот период всего 3%. Ну, в принципе, 3% – это выше, чем даже 2% инфляция в долларах, ну, инфляция США, конечно, это выше. Но, может быть, даже он будет и отрицать доходность на инвесдоход, исходя из того, что сейчас творится. Спасибо. С нами на связи был генеральный директор Центра исследований прикладной экономики Жанебек Айгазин. Больше 82% респондентов, опрошенных Институтом общественной политики, поддерживают инициативы президента Казахстана. В опросе приняли участие 2394 респондента в городах и селах. Данные показали, что граждане в целом положительно восприняли инициативы Касамжамарта Тукаева, озвученные в послании народу. Эксперты рынка труда рассказали, какие специалисты будут востребованными и высокооплачиваемыми в ближайшее время и какие профессии следует выбирать детям, чтобы в будущем стать успешными. Ведь уже сейчас некоторым кадрам работодатели готовы платить полмиллиона тенге в месяц. Елеман Раимбеков расскажет подробнее. Внедрение цифровизации во все сферы жизни вынуждает работодателей удерживать атишников высокой зарплаты. Владение языком программирования позволяет зарабатывать специалистам от 300 тысяч до 2 миллионов тенге в месяц. Хорошими зарплатами могут похвастаться и сотрудники добывающей отрасли. В августе им стали платить на 17% больше. В среднем они зарабатывают полмиллиона тенге. Больше всех сейчас зарабатывают специалисты-консультанты. За свои услуги в среднем в месяц они получают 600 тысяч тенге. Профессионалы высшего менеджмента получают на 50 тысяч меньше. Управленческие способности всегда пользовались большим спросом в крупных компаниях. Хорошие зарплаты также у айтишников. Им готовы платить по 400 тысяч тенге. Маркетологи, специалисты кибербезопасности и дата-менеджеры, то есть аналитики, начали пользоваться все большей популярностью в этом году. И, как отмечают эксперты, они будут на расхват в ближайшие пару лет. Сейчас падает спрос на работников банков и страховщиков. Им стали платить меньше на 17 и 30% соответственно. Явление временное и восстановление ожидается уже с этой осени, говорят специалисты. Большим спросом на рынке труда со стабильной оплатой пользуются бухгалтеры, продавцы и охранники. Принципиально новых профессий не появится. Важным в будущем будет то, что профессии будут сочетаться. То есть сегодня мало будет получить, например, только техническое образование. Будут цениться люди, у которых и техническое, и экономическое, например, образование. Более важно будет также это развитие так называемых soft skills. То есть когда специалист будет открыт к изменениям. Эксперты советуют детей отправлять учиться на инженеров и технологов. Лет через 10 именно они в Казахстане станут высокооплачиваемыми и востребованными специалистами. Елеман Раимбеков, Сергей Шуйский, Информбюро. Только в Шымкенте каждый год лишают лицензий 10 компаний по техническому надзору за дорогами. Эксперты Национального центра качества дорожных активов считают, что технадзоры работают для галочки. А компании-подрядчики стараются уложиться лишь в сроки, забывая о качестве. Почему новые дороги быстро разрушаются и что говорят по этому поводу сами строители, расскажет Анастасия Новикова. Дорожные работы в Шымкенте ведутся до сих пор. Вот только по результатам оказывается, что строят их некачественно. Только в этом году Национальный центр качества дорожных активов выявил дефекты почти на 200 строительных объектах мегаполиса. По словам специалистов, все дело в ненадлежащем технадзоре. Эксперты городского центра качества дорожных активов сделали вывод, что некоторые компании-контролеры, выигравшие тендер, работают спустя рукава. Строители допускают ошибки при укладке асфальта, установке бордюров, а технадзор за этим не следит. Ежегодно как минимум 10 таких надзорных компаний лишают лицензии, а некоторых наказывают штрафами. Акимат по большей части думает о сроках, о скорейшем завершении работ на объекте. А технадзор должен проверять асфальт на соответствии с строительным стандартом до того, как его начнут стелить. А операционный контроль должен специальным термометром проверять температуру асфальта во время его укладки. Еще одна проблема – материалы для строительства дорог. На них подрядчики очень часто экономят, стараются приобретать некачественные, которые снижают срок службы дорожного полотна. Но делают это подрядчики не от хорошей жизни. По словам председателя Союза строителей Казахстана Талгата Иргалиева, проект на строительство дорог разрабатывают обычно на 2-3 года раньше. За это время составляется смета, стоимость проекта, которую затем закладывают в бюджет, разыгрывается конкурс, а стройматериалы дорожают практически с каждым днем. Раз в бюджет заложили условно миллиард тенге, никто больше не даст. И подрядчик он вынужден брать, потому что ему надо жить, ему надо обеспечить заработной платой своих сотрудников. Они, зная, что цены не соответствуют, но надеются, что пересмотрят, а у нас система механизма пересмотра не налажена. Это, по словам эксперта, и есть главная причина плохих казахстанских дорог. А еще в стране попросту не хватает квалифицированных работников в дорожной отрасли. Специалисты предлагают привлекать иностранные кадры, которые смогут обучить наших специалистов. Анастасия Новикова, Дворнамдзиев, Абзал Туребеков, Информбюро Шымкент. Продолжаем Информбюро. Старший сын королевы Елизаветы, принц Чарльз, уже завтра взойдет на престол. После коронации он примет имя Карл Третий. Члены Тайного Совета присягнут на преданность новому монарху в Сент-Джеймском дворце в центре Лондона. А главному Геральдмейстеру Его Величества выпадет честь впервые провозгласить «Боже, храни короля». Тем временем весь мир воздает последние почести королеве. Какой запомнит Елизавету II и что изменится с ее уходом в жизни монаршей семьи, расскажет Елена Меньшова. Лондонский мост рухнул, сообщили накануне премьеру Ли Страсс. С этой кодовой фразы запустилась операция «Лондонский мост», разработанная на случай кончины королевы еще в 60-х годах. Вечером 8 сентября пришли в движение британское правительство, церковь, спецслужбы и даже службы транспорта. Весть о госпитализации Ее Величества сообщил ведущий BBC Хью Эдвардс. Он вышел в эфир в черном галстуке. Дресс-код предусмотрен и на случай смерти монарха. Елизавета Александра Мария из династии Виндзоров взошла на трон в феврале 52-го года, сменив на престоле своего отца Георга VI. Она – самый долгоцарствующий монарх среди своих современников. Стала не только символом страны, но и своеобразным брендом. Узнаваемый профиль украшал все – от открыток до сэндвичей. Она только посмеивалась и с удовольствием позировала для шуточных роликов. В апреле 2021-го скончался супруг Елизаветы II – принц Филипп. Она пережила мужа всего на полтора года. В Великобритании – десятидневный траур. В десятках стран приспущены флаги. Люди несут цветы к Букингемскому дворцу и замку Балморал в Шотландии, где умерла королева. «Элизавета оставила великое наследие. Корона передается нашему королю Чарльзу, как происходило до этого тысячу лет. Мы должны поддерживать его и быть преданными ему. Начинается новая эра в истории страны, как и хотела бы наша королева». Жена нового короля Камилла удостоится титула королевы-консорт. А старший сын Чарльза и принцессы Дианы Уильям теперь следующий в очереди на трон. Он и его супруга Кейт Миддлтон теперь именуются принцем Уэльским и герцогиней Корнуэльской. Члены монаршей семьи накануне прибыли в замок Балморал. Тело еще предстоит доставить в Лондон. Похоронят Елизавету II 18 сентября в Вестминстерском аббатстве. 7 из 10 образцов школьной формы не прошли санэпидконтроль в Прииртышье. Специалисты перед началом школьного сезона выезжали на рынки и в магазины, где брали пробы. Недавно пришли результаты экспертиз. И оказалось, что некоторая продукция небезопасна для детского здоровья. Проверяли школьную форму по всем критериям в Павлодарском филиале Национального центра экспертизы. Большая часть не соответствовала маркировке, а половина не прошла и по показателю гигроскопичности. В данном случае материалы были не дышащие и не пропускали влагу. Предпринимателям, где были выявлены нарушения, необходимо привести форму в норму согласно стандартным качествам. Показатель гигроскопичности в норме должно быть 7%. То есть при выявлении несоответствий в августе месяце по продукции в среднем гигроскопичность была от 1,5% до 3,2%. То есть это в первую очередь, конечно, сказывается на здоровье человека тем, что одежда является не дышащей, не пропускает влагу. Качество бесплатного питания проверят в казахстанских учебных заведениях. Ученые ЮНИСЕФ и Национального центра здорового питания проведут исследования в 10 сельских и городских школах и сравнят, соответствует ли в них питание здоровым стандартам. 6% учеников в стране недоедают, рассказывают ученые. Примерно столько же страдают ожирения. И причина, по их мнению, кроется в несбалансированном школьном питании. Отсюда и появилась идея провести масштабный анализ, который покажет, чем вообще кормят детей в школах. Это будет интервью с родителями, интервью с администрацией школы. Это будет непосредственно наблюдение. То есть в течение какого-то времени, может быть полдня, может быть даже больше, наблюдать, что дети покупают, что доступно для детей. Эксперты пройдутся по школьным столовым столицы Алматы и Житасуской области. Из всех регионов пока только там детям доступна бесплатная еда. Но насколько она полезна для здоровья, ученым еще предстоит узнать. Обход начнем сразу после подписания двустороннего соглашения с ЮНИСЕФ. Планируем начать уже в октябре. Проверим качество детского меню. Попутно будем измерять рост и вес самих детей. Причем как в городских, так и в сельских школах. Думаю, к августу 2023 года опубликуем результаты. Получив данные, ученые ЮНИСЕФ и НАД-центра разработают новые стандарты питания и сформируют доступное по цене меню. Все материалы они затем передадут на рассмотрение министрам здравоохранения и просвещения. И, возможно, уже в следующем учебном году дети в школах будут питаться по-новому. И главное, правильно. Адина Смогулова, Информбюро Алматы. Тушение лесного пожара в Костанайской области продолжается. Открытых очагов горения нет, но о ликвидации пока не сообщают. В Авлекольском районе выгорело 43 гектара леса и сухой травы. В больнице по-прежнему остаются двое пострадавших. Тушат пожары с воздуха. Сегодня вертолет совершил 8 вылетов. Домой вернулись спасатели Нур-Султана, Караганды, Северо-Казахстанской области, силы Минобороны и Нацгвардии. Оперативный штаб продолжает свою работу. Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный жителям. Уже есть цифры по домашним животным. Погибли 30 голов крупнорогатого скота, более 100 свиней, 130 птиц. Восстанавливают электро- и газоснабжение поселка. В фонд помощи пострадавшим при пожаре Хайрымдалак Кейзет уже поступило 700 миллионов тенге. Их распределят на нужды погорельцев от пожара в Авлекольском и Карасузском районе. Первый транш в размере 500 тысяч тенге на семью получат те, чьи дома полностью сгорели. Дальше комиссия будет решать, кому и сколько будут перечислять. Помогут и тем, кто пострадал частично от пожара. У кого-то сгорел забор, у кого-то только баня. Продолжаются работы по проливке прогоревших участков, горельников на территории Казанбасского лесничества. Окарауливание. Задействованы силы и средства в составе 134 человека, 39 единиц техники. Кроме того, в резерве находятся 114 человек и 19 единиц техники. Больше 20 тысяч жительниц Актюбинской области сегодня занимаются бизнесом. Они выпускают продукты, шьют одежду, учат детей и даже строят заводы. Секретами успеха поделились участницы республиканского форума. Что же мотивирует и вдохновляет сельских женщин, узнавала Лейла Ауэсова. На этот раз Мартугский дом культуры стал площадкой для встречи деловых женщин со всей Актюбинской области. Бизнес-форум посвящён жительницам села, которые открыли своё дело. «Все мы начинали с нуля. На свой первый грант я открыла в посёлке Пекарню. Сейчас занимаемся кооперацией и расширяем производство». Цветочный мёд собственной пасеки продаёт семья Анастасии Иволгина из Мартука. Развивать пчеловодство помогают безвозмездные гранты от государства, рассказывает предпринимательница. В этом году она выиграла 4 миллиона тенге на покупку оборудования. Но бизнес есть бизнес, без проблем не обходится. «Это сбыт, это реклама. Пчеловодство – мы сталкиваемся с таким, что нет цветов полевых. То выкосили, то сгорело. Поэтому именно своей базы нет. Сейчас мы пытаемся взять землю». Участницы программы «Бастау-бизнес» говорят, дела идут успешно. С ними встретился автор успешного проекта. По словам Эльдара Жумагазиева, такие форумы пройдут во всех регионах, где запустят проекты, направленные на поддержку сельских женщин. «Через партию Аманат женщины могут самореализовывать. Я думаю, что такой линк, когда люди, которые могут принять решение на республиканском уровне, общаются с сельскими женщинами, я думаю, очень полезен для страны в целом». Октюбинская область в лидерах по развитию массового предпринимательства. Только на финансирование проектов малого и среднего бизнеса ежегодно выделяется до 11 миллиардов тенге. Лайла Уэсова, Жумарт Ходейбергенов, Информбюро, Октюбинская область.